Так, друзья, нахожусь в гостинице Квинс Парк Текерова. Классная гостиница по отзывам наших туристов. Но и не только по отзывам наших туристов, но и других моих коллег. В общем, сейчас показываю всю необходимую информацию по данной гостинице и основные детали гостиницы Квинс Парк Текерова. Итак, вот я нахожусь в холле в гостинице. Что сразу могу сказать, холл именно на уходе невысокий. И, как по мне, немножко недостаточно здесь освещения. То есть оно такое вот, как бы, такое легенькое освещение. Не могу по-другому здесь выразиться. Холл достаточно просторный, большой, красивый. Все выглядит очень хорошо, качественно, красиво. Здесь есть, естественно, как бы диванчики, есть стулья, есть столики. Там, где вы можете провести время. Здесь на ресепшене, если вы приехали слишком рано, то есть где отдохнуть с дороги, пока готовится ваш номер, ваше заселение. Пахнет, ребят, здесь пахнет, очень приятно пахнет. Видно, что какие-то ароматизаторы воздуха здесь такие приятные. В общем, первое впечатление от этой гостиницы, сразу говорю, что положительное. Что у нас по цветам? Вот по цветам у нас непорядок. Это все-таки искусственные цветы, но, в принципе, не сильно критично лично для меня. Так, друзья, смотрите. Значит, гостиница Квинс Парк Токерово сейчас по состоянию на 13 мая 2019 года это стопроцентное заполнение гостиницы. И мы номер вам не сможем показать. Но в целом, не знаю, по всем отзывам наших туристов, которые отдыхали в этой гостинице, то, собственно говоря, номера в вполне нормальном состоянии. Ничего там критического нету, поэтому единственное, что мы не сможем их показать. Покажу вам территорию. Если получится, покажу вам аквапарк. Новый аквапарк гостиницы. По-моему, в 2018 году его поставили. Хороший аквапарк. Территория гостиницы вполне компактная. Что очень удобно в плане того, чтобы не ходить, не блукать по всей территории. Но, конечно, тот, кто любит большую территорию гостиниц, то, друзья, сразу скажу, что это не та гостиница, в которой есть большая территория. Она не маленькая, но и небольшая. Сейчас я вам показываю, в принципе, основную часть территории гостиницы. Квинс Парк Токерово. Значит, смотрите, друзья, здесь вот это вот бассейны. Вернее, один бассейн из секции для детей. Вот. Собственно говоря, это и есть основная территория гостиницы Квинс Парк Токерово. Дальше уже за этой территорией там начинается пляж гостиницы. Свои впечатления по территории. Все чистенько, убрано, все опрятное. Мебель вполне хорошего качества. Здесь, естественно, конечно, присутствуют на территории пальмы. Есть и другие деревья декоративные, но не так их здесь много. Но все очень, все вполне как бы качественно выглядит. Все ухоженное. Значит, газоны, в принципе, зеленые. Приятная, как бы, гостиница. Такая вот, такой легкого молодежного характера эта гостиница. Так, вот насчет, насчет этих, как бы, зонтиков. Смотрите, они в хорошем качественном состоянии. То есть, их не будет уносить ветром, не будет падать вам он на голову. То есть, вполне он качественный, хороший зонтик. Но, значит, материал, из которого он сделан, он не... Он синтетический материал, поэтому не могу вам гарантировать, что под этим зонтиком не будет сильно парить в июле и в августе месяце. Так, здесь у нас находится амфитеатр. Гостиница Queen's Park Тагерова, где вечером проводятся шоу, программы. Сейчас здесь поставлены настольный теннис, туристы играют. Есть гамак, вон, вижу дальше. Кто-то качается, деток своих катают на гамаке. Красивые цветочки вот вдоль аллейки. И вот мы подходим уже непосредственно к саму пляжу гостиницы Queen's Park Тагерова. Вот так вот выглядит пляж. Сейчас постараюсь показать вам то, что здесь есть. Значит, есть такие вот сплошные накрытия. Это для того, чтобы была тень над шезлонгами-зонтиками. В принципе, пляж вполне глубокий. Я думаю, всего здесь и шезлонгов должно быть достаточно для всего количества туристов. Но смотрите, в чем суть опять. Это искусственное накрытие, оно паркает, друзья. То есть удобнее будет здесь размещаться вот этими деревьями, чтобы не было жарко под самым накрытием. Вход здесь пологий, море чистое. Одни из лучших пляжей в регионе Кемер, в Тагерова. Основное покрытие, смотрите, значит, в общем, это такой вот крупный песок с перетертой галькой. Вот так это все выглядит. В общем, друзья, называйте это как хотите. Я вот показываю вам на видео, как это все выглядит. Ну и пишите в комментариях в видео ваши впечатления от гостиницы Квинс Парк Тагерова. Что же вы думаете по данной гостинице? И какие же впечатления ваши от отдыха в данной гостинице? И еще здесь, конечно же, опять красивые очень виды на горы, которые окружают регион Кемер. Просто шикарные виды. Ну, в принципе, и насчет видов, друзья, опять-таки, это почти у каждой гостиницы, которая находится в регионе Тагерова, там Кириш, Гюнюк, Бельгиби, имеют просто фантастический вид на эти все горы. По питанию, смотрите, значит, в целом здесь нормальное питание. Большинство туристов, кстати, один есть нюанс. Туристы, которые отдыхали в начале сезона в гостинице, то есть май-июнь, более были довольны питанием, чем туристы, которые отдыхали в августе, ну не август, по-моему, сентябрь. То есть, видимо, все-таки тенденция некоторая есть, в плане того, что питание может немножко опуститься в плане разнообразия к концу сезона. Учитывайте эту информацию, друзья, для того, чтобы выбрать вашу идеальную гостиницу для вашего идеального отдыха. Ну и не забывайте писать в комментариях под этим видео ваши впечатления у гостиницы Квинс Парк Токерова. Есть плюсы, рассказывайте за плюсы. Есть минуса, рассказывайте за минуса. Самое главное, ребят, говорите правду. Так, друзья, еще один большой плюс у гостиницы Квинс Парк Токерова это то, что у нее есть хороший аквапарк. Буквально в прошлом году, по-моему, они его поставили. Либо в прошлом, либо в 2017. Точно не помню каждую цифру по каждой гостинице, но сейчас вам покажу этот аквапарк, как он выглядит. Он абсолютно в 2019 году выглядит как новый. Здесь, естественно, как бы очень много туристов возле этого аквапарка находится. В принципе, все здесь, вот круги, на которых катаются туристы, все в идеальном состоянии, все оно как новое, возможно, оно и новое. Вот такие вот сборки, друзья. Много туристов. Есть, кстати, шезвонки и зонтики возле этого аквапарка. То есть, отдельная зона для детей. Смотрите, для маленьких детей, чтобы ваши дети тоже были довольны отдыхом. В данной гостинице есть детский аквапарк. Вот так он выглядит, друзья. Ну, реально все новое, как бы, все качественное. Вижу довольные лица детей, которые плещутся здесь в бассейне, в аквапарке. Ну, и, естественно, аквапарк для взрослых. Даже бар возле Аквапарка этого тоже есть. Не знаю, какие там напитки. Возможно, там только безалкогольные напитки. Друзья, напишите в комментариях под этим видео. Ваши впечатления от этого аквапарка в гостинице Квинс Парк Текерово. Вот так вот вылетают туристы. Я вижу, всем нравится. Смотрите, друзья, как можно показаться здесь. Вау, супер, просто отлично. Так что, друзья, в этом аквапарке у вас будет отличная фигура. Потому что каждый раз, когда вы съехали с горки, нужно подниматься на вот такую высоту, чтобы съездить еще раз с этой горки. Так, один момент, смотрите. Ну, естественно, конечно же, все туристы хотят покататься. Поэтому наверху может образовываться небольшая очередь. Ну, друзья, опять, все зависит от количества туристов. Гостиница очень популярная и качественная. Поэтому учитывайте этот момент. Но, тем не менее, все здесь на отличном уровне. Работаем ультролюм, кузов, ультро, все ключи, но система. До час ночи, час ночи, до 8 утра алкоголь платный. Только алкоголь платный. Горячь на битке, софт на битке. Уздорово. Они бесплатные. Этот бар, новый бар, 24 часа работает. У нас общий 7 бар есть. На дискотеке до 2 часа алкоголь бесплатный. Больше 1 час. Очень компактная у нас территория, 65 квадратных метров. Все рядом. Тут 3-й бассейн подогревают. Один открытый большой у нас в бассейне есть. Два детских бассейна у нас. Я хочу вам рассказать. Наш отель только один отточный кемер. Каждый год реноваться. Например, последние 3 года, что мы изделили. Новый мини-клуб. Детский клуб. Новый лобби. Посмотрите, у нас 3-этажный лобби комфортной такой мебели. Новый спа-центр. У нас самый большой отель спа-камера. 1800 квадратных метров. Новый третий зеленый зал. Новый пул-бар. Новый снег-бар. Новый главный ресторан. Новый аквапарк. В прошлом году мы открыли. Это тот новый патессерия. Кондитерская. Новый Алекарт ресторан. И новый пилаш. Вообще у нас все пилаши. Новый там. Новый бич-бар. Новый детский кулашат. Новые тенты. Шерстонги. Пирсы. Все новенькие. Весь отель в Нурильгии? В принципе, да. Отель уже все. Только номера? Номер только косметик. У нас есть, как раньше дизайн, так же осталось. Но для номера мы пока планируем. Если что будет, все хорошо. Следующий год будет новый номер. Пока мы работаем как демо комнаты. Хотите информацию для номера? Конечно. Пиццу. Сейчас скажу. Пиццу 301 комната есть у нас общая. Категория эконом. Эконом комната без балкона. 27 квадратов метров. Максимальное размещение 2,5 за 1 человек. Стандарт номер 32 квадратов метров. Свидом на горы. Свидом на сад. Свидом на море. Максимально 2,5,2 либо 3 уросли. Если 2 плюс 2, то какие-то информационные кровати доходят? У нас одна французская кровать, одна дверь кровать. Если дети больше 3 года, то сумма. Для второй детей. А французская кровать это как? Большая должность. И если маленький, то бейби кот. Мы оставим комнату. То есть для двоих детей для одного односпальная кровать, одно второе диван, да? Диван или бейби кот. Корнер номер это 40 квадратов метров. Максимальный 3 плюс 1 человек. Коннекшн номер это наш семейный номер. Коннекшн. 2 стандарт номер через дверь. Корнекшн. Это наш коннекшн. 5 плюс 1 максимальный. 54 квадратов метр. Коннекшн номер без большой, pardon. Терас номер без большой терраса. 2 плюс 1 человек. 88 квадратов метр. Сейф бесплатный. Мини бар бесплатный. Софт напитки безалкогольные. Каждый двойный не обханяет. Вайфи, интернет бесплатный. В номере берет, да? И все территории хорошо работают. Самый новый систем. Даже на филаже и Акуа хорошо работают. Отец семейный и молодожник все любят нашу. Для семейный что интересно. Очень большой мини-клуб детский клуб у нас. Для тинейджер днем Олимпиады. Активитей много. Вечером детский фестиваль у нас. Отдельно детский ресторан и детский буфет у нас. И банические в тайне еще там есть. Турецкая? Турецкая? Накарашка. Херобэв. Херобэв. Я не помню. Наверное Херобэв. Каласки? Каласки платный. 3 евро сутки и 100 евро в депозит. Для Маладжио в суток нас есть. Активный анимацион. Каждый вечер профессиональный шоу. Деньом два раза живая. Украина мюзик издевает. Живая мюзик. Каждый двойный. Каждый двойный. У нас консерты. Там у нас около аквапарк. Большой места. У нас консерты. Гарден партии. У нас там пул партии, white партии. Деньом пункт партии. У нас интертеймут. У нас программы. А дискотека есть? Дискотека есть. Сократная большой дискотека у нас. Это каждый день? Каждый день. Каждый вечер партии. Алякарты? Алякарты платные. У нас интернациональный и рыбный алякард ресторан. За человек 10 евро. У нас интернациональный и рыбный. У нас есть еще вопрос. На форнер можно? Как размещаются? В русском форнере можно. Три пласт один можно. До 11 лет. Места? Кровати? А, места. Три отдельные кровати там можно. На стандарте нет, но на полные три отдельные можно. А ребенок? С местом или без местом? Одно французский, два твин. Тогда можно. И территория любой? Номер очень тяжело сейчас. Мы поздно приехали. Утель 100%. Даже больше 100%. Они сказали, свободы нету.